Всем привет! Мы на канале Hanofi. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что здесь вы найдете огромное количество полезных видео от ведущих специалистов на тему перманентного макияжа. Меня зовут Анна Рынденко, я являюсь ведущим специалистом студии Ольги Hanofi. Сегодня мы разберем колористику всех губных пигментов Hanofi. В губной палитре Hanofi появилось две новые линейки. Первая это Dark Lips в коллаборации с Каролиной Альфонзо, специально для работы на темных этнических губах. Вторая линейка в коллаборации с Юлей Васильевой, она продолжает базовую линейку и расширяет губную палитру. Все пигменты губной линейки Hanofi являются гибридными на водно-спиртовой основе. Их можно использовать как самостоятельно, так и в миксах. Пигменты являются достаточно яркими и жидкими, поэтому не нуждаются в разбавлении, а также за счет этих свойств они быстро вносятся в кожу. Давайте разберем каждый пигмент отдельно из всех линеек, поговорим о выгодных миксах, посмотрим на свежие и зажившие работы, а также сделаем растирки и поговорим подробнее о составах. Давайте начнем с вами с базовой линейки, которая включает в себя 10 цветов. Первый цвет это Коралл, теплый розовый оттенок, он не заживает рыжим, подходит блондинкам с золотистыми волосами, а также рыжеволосым девушкам с теплыми глазами. Посмотрите какой яркий и в то же время нежный цвет получается. Номер два пыльная роза. Это один из самых популярных оттенков в линейке, он очень нежный и универсальный. В сравнении с первым оттенком он является более холодным и подходит практически всем. Третий номер является персиковым, он самый светлый в линейке. Его можно использовать как самостоятельно, так и в миксах с другими оттенками, например приглушать яркость. В чистом виде он подойдет девушкам теплого типажа, а также для тех клиентов, которые желают получить натуральный нюдовый оттенок. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в светлых нюдовых оттенках присутствует более высокая концентрация диоксида титана. Но не нужно этого бояться, потому что без добавления этого вещества губы не получатся нежными, пыльными и нюдовыми. Поскольку такие нюдовые пигменты являются достаточно плотными, многие мастера боятся, что они заживут на клиентах плотной замазкой. Но этого не произойдет, если вы будете соблюдать верную технику внесения пигмента. Номер четыре. Спелая вишня. Посмотрите, какой яркий, богатый оттенок. Он подходит к риглазым девушкам также теплого типажа. Обратите внимание на разницу между третьим и четвертым пигментом. В четвертом мы видим меньшую концентрацию диоксида титана, то есть он не такой нюдовый, он более яркий для того, чтобы сделать цвет более глубоким. В него было добавлено маленькое количество серого пигмента, поэтому он получился такой яркий и насыщенный. Не стоит бояться серого цвета, потому что благодаря его добавлению цвет становится более богатым и ярким. За счет чего этот пигмент можно использовать в более плотных техниках и выполнять, например, помадные прокрасы. Номер пять. Цвет яркий и сочный. Цвет спелой клубники. Он подходит тем девушкам, которые любят яркие цвета, а также идеально подходит для использования на холодных сосудистых губах. Номер шесть. Цвет спелой малины. Обратите внимание, что шестой цвет в сравнении с пятым на более прохладной основе, поэтому смотрится холоднее. Также в составе имеет небольшое количество серого цвета, а также больше диоксида титана, нежели пятый. За счет этого шестой более нюдовый. Он хорошо подходит блондинкам, и с осторожностью этот цвет стоит использовать на сосудистых губах. Так как сосуды имеют холодный фиолетовый оттенок, этот пигмент только подчеркнет этот момент. Номер семь. Это тоже прохладный оттенок, только он более ягодный. Номер восемь. Красно-кирпичный оттенок. Подходит для любителей терракотового цвета на губах. Это теплый красивый пигмент. Когда клиенты говорят, что хотели бы цвет с коричневинкой, вот как раз таки его можно и предложить. Номер девять. Нежный бежевый оттенок, очень натуральный, спокойный, нюдовый. И он тоже является одним из самых популярных в губной линейке. На первый взгляд номер три и номер девять очень похожи. У номера три более теплая база, а у девятого прохладней. За счет того, что у него в составе имеется небольшое количество синего цвета. При заживлении номер девять является более розоватым, нежели номер три. Также номер девять практически всегда можно использовать самостоятельно, в то время как номер три чаще всего служит дополнением к основному цвету. Последний в базовой линейке номер десять. Барбарис. Он тоже такой достаточно терракотовый, теплый, но в сравнении с восьмым он более нюдовый и нежный. Подходит он для зеленоглазых и корриглазых девушек, а также используется как в помадной, так и в акварельной технике. Эта линейка является достаточно базовой и универсальной. Она закроет все ваши потребности и удовлетворяет клиентские запросы. Номер один теплый розовый цвет. Подходит хорошо девушкам теплой внешности. Двойка. Самый популярный цвет с этой линейки. Очень часто его использую в работе. Редко, когда беру чистый пигмент, обычно всегда его миксую с чем-то ягодным и ярким. Номер три персик. Тоже очень редко использую самостоятельно этот цвет. Всегда добавляю в него что-нибудь яркое. В этом цвете достаточно много диоксида титана. Он плотненький, поэтому работать им стоит легко. В помадных техниках, конечно, его не стоит использовать. Номер четыре. Такой яркий цвет. Чаще всего этот цвет выбирает девушки постарше. Номер пять. Клубника. Это самый яркий цвет. Такой прям красный алый оттенок. Очень эффектный, красивый. Обычно, когда клиентки просят что-нибудь поярче, то я всегда предлагаю вот этот цвет. Очень люблю его смешивать с двойкой. Номер шесть. Такой холодный, интересный. С осторожностью нужно использовать его на сосудистых губах, так как он может подчеркнуть синеву губ. Номер семь. Такой очень яркий, холодный оттенок. Тоже всегда, когда клиенты просят цвета поярче, то я всегда предлагаю и семерочку тоже. Так, кирпичный такой оттенок. Акцентирую внимание на том, что он заживает без рыжины. Когда приходит запрос на терракотовые губы, то выбирайте восьмерку и никогда не ошибетесь. Девятка тоже очень популярный цвет. Подходит абсолютно всем. Очень спокойный, нюдовый оттенок. Девятка это, наверное, тот цвет, который бы я обязательно рекомендовала бы иметь в своей палитре. И последний цвет в линейке это Барбарис. Тоже очень спокойный. Относится к линейке теплых пигментов. Очень хорошо будет смотреться на девушках таких теплых, с веснушками. Возможно, рыженьких или зеленоглазых девушках. Заглядывайте в описании под видео. Там вы найдете ссылочку с миксами и примерами работ. А сейчас мы с вами рассмотрим мои любимые миксы. А далее перейдем к обзору новых двух линеек. Я вам покажу новые цвета, которые, возможно, вам не хватало в базовой линейке. Давайте сделаем один из самых популярных миксов 2 плюс 5. Давайте возьмем три капли двоечки и две капли пятерочки. Давайте смешаем наш цвет. Вот такой красивый оттенок у нас получился. Давайте смешаем в равных пропорциях номер шесть и номер восемь. Раз, два, три и также три капельки восьмерки. Такой цвет у нас получился. В нашем первом миксе я взяла за основу холодный цвет и добавила в него пару капель теплого цвета. Процентное соотношение пигмента будет зависеть индивидуально в каждом случае. Если губы более холодные, то и соответственно пятерочки туда нужно добавлять больше. Наш второй микс получился довольно контрастный, насыщенный. Как раз для любителей коричневатых оттенков. Заглядывайте в описании под видео. Там вы найдете полезный файлик с готовыми миксами и примерами работы на них. А мы с вами продолжим обзор следующих линеек. Следующая линейка называется Dark Lips. Она разработана в коллаборации с Каролиной Альфонсо. Линейка разработана специально для работы с темными губами, в которых много меланина, также которые имеют синий, холодный или даже сероватый подтон. Для таких губ важна работа с пигментами на теплой основе для того, чтобы перекрыть синеву губ. Эта линейка также имеет гибридную основу. Давайте посмотрим, какие цвета в ней есть. Номер один пигмент Caracas. Такой он теплый оранжевый почти. Подходит для работы на фиолетовых губах. Его можно использовать как самостоятельно, так и в миксах. Пигмент номер два под названием Madeline. Это теплый розовый пигмент. Подходит для работы на коричневых губах. Посмотрите, как отличается номер два от номера один. Второй такой более коралловый, насыщенный. Первый оранжевый. Номер три пигмент под названием Barcelona. Номер три достаточно плотный пигмент. Он имеет в составе большое количество диоксида титана. Благодаря этому его можно использовать как корректор для нейтрализации холодных участков губ. Поэтому это может быть первым этапом в работе. А также, безусловно, этот цвет можно использовать в миксе. Номер четыре. Майами. Это яркий теплый пигмент. Он хорошо подходит для создания красных и розовых губ. Хочу сразу обратить ваше внимание, что в нем вообще нет диоксида титана. За счет этого работа будет происходить гораздо быстрее. Несмотря на то, что линейка Dark Lips имеет всего четыре теплых оттенка, они все равно такие разные и такие яркие. И благодаря этому их можно миксовать между собой, тем самым получая новые цвета. Давайте посмотрим пару миксов, которыми работает Carolina. В первом варианте мы будем использовать номер один, номер два и номер три в равной пропорции. Давайте посмотрим наш микс еще на ватном диске. Это микс. Теперь давайте посмотрим на пигменты в чистом цвете. Итак, вот у нас первый, второй и третий оттенок. А такой у нас получился микс. Цвет получился уникальный и совершенно не похожий на цвета в чистом виде. А вот так цвета выглядят в пробирках. Итак, следующий микс от Carolina. В основу этого микса мы возьмем номер два. Четыре капли, одна капелька троечки и одна капля четверки. Давайте сразу все перемешаем. Посмотрите какой теплый розовый цвет получился и как он отличается от нашего первого микса. И также посмотрим на эти цвета по отдельности. Номер два, номер три и номер четыре. И посмотрим на эти цвета в пробирках. Эта линейка очень теплая, потому что она предназначена для работ на холодных губах. Посмотрите какой почти что оранжевый первый цвет. Номер два. Это такой теплый розовый. Тоже такой сочный, яркий. И самый плотный цвет в линейке. Это номер три. Самый плотный, самый светлый цвет в этой линейке. И можно работать зонально, а также по всем губам. Последний цвет номер четыре. Тоже очень яркий, сочный. Еще одна новая линейка в коллаборации с Юлией Васильевой. В ней пять цветов и они совершенно новые, уникальные. Похожих цветов в базовой линейке нет. Давайте посмотрим каждый оттенок отдельно. Номер один. Пигмент под названием Джакарта. Такой теплый и яркий. Номер два. Union City. Посмотрите, какие два ярких оттенка. У них похожая составляющая. Только в базе первого оттенка теплый цвет, а в базе второго холодный. Третий цвет под названием Лос-Анджелес. Посмотрите, какой красивый оттенок. Прям таки цвет барби. Посмотрите, какой необычный. Такого цвета в предыдущих линейках не было. Но учтите, что он достаточно холодный. На практике мастера очень часто ищут похожий оттенок. Теперь Политри Ханофи такой представлен. Номер четыре. Стамбул. И это самый яркий пигмент из данной линейки. Теплый, насыщенный цвет. Это самый темный оттенок за счет того, что в нем есть небольшое количество серого. Пигмент номер пять. Alicante. Номер пять как будто бы похож на пигмент номер девять из базовой линейки. Но он немного теплее. Но, кстати, номер девять является достаточно популярным среди мастеров. Поэтому этот цвет, я думаю, завоюет места в сердцах наших мастеров. Давайте посмотрим, как между собой миксуются эти цвета. Я хочу попробовать смешать номер три и номер четыре. Посмотрим, что у нас получится. Возьмем их в равных пропорциях. Две капельки номера три и две капельки номер четыре. Давайте смешаем. Такой у нас микс получился. Отдельно номер четыре, номер три. Посмотрите, какой интересный цвет у нас получился. Несмотря на то, что тройка, она достаточно спокойная, нюдовая, а четверка сочная и яркая за счет добавления серого цвета, смешав эти два пигмента, мы углубили цвет нашей тройки и сделали цвет более насыщенный, интересный и глубокий. Давайте попробуем сделать второй микс, в основу которого возьмем пятерку. Добавляем четыре капельки пятерки, одну каплю пигмента номер четыре и одну капельку пигмента номер два. Давайте смешаем и посмотрим, что у нас получилось. Вот пятерка, она достаточно спокойная. Мы добавили в нее такой сочности и ягодности. Давайте посмотрим отдельно на наши цвета. У нас получился такой интересный благородный нюдовый оттенок, так как в основу мы взяли спокойную пятерку. Первый цвет в линейке Юли Васильевой Джакарта. Второй оттенок такой более холодный, ягодный, даже малиновый можно сказать. А первый больше клубничный на теплой основе. Пигмент номер три Лос-Анджелес. Холодный розовый оттенок, очень нежный и свежий. Пигмент номер четыре Стамбул. Чистый классический красный. Это гибридный пигмент, созданный для клиентов, которые любят насыщенность и яркость. Пигмент номер пять Аликанто. Нюдовый, терракотовый, теплый и нежный. Этот тон можно использовать как в чистом виде, так и в миксах. Палитра пигментов Hannafit для губ достаточно богатая и обширная. Она имеет большое количество оттенков и подходит для работы совершенно на разных губах. Обязательно экспериментируйте, пробуйте, мешайте цвета между собой, получайте новые уникальные оттенки, делитесь ими с нами. Заглядывайте в описание под видео, потому что там мы подготовили для вас много полезной информации, а также файлик с растирками и информацию о том, как миксовать пигменты между собой. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео с процедурами, а также видео о колористике и пигментологии. С вами была Аня, всем хороших работ, пока-пока!